начало мы сегодня с вами продолжим серию наших уроков я надеюсь мне слышно хорошо отлично у нас мы дошли до этой главы насколько я помню так если нет поправьте примеры проявления усердия это взяли вернее эту главу мы с вами прошли следующий при переходе в голове бережливое отношение ко времени время это наверное самое такое обычное казалось бы что у нас есть но в то же время к сожалению часто недооцениваемое время то нам кажется вот еще есть у нас время на то на то а потом с каким-то временем видим что уже не хватает наоборот то есть к сожалению мы часто не понимаем важность времени и не умеем его рационально использовать хотя это очень важно и рациональное использование времени дает лучшие результаты дает возможность получить те результаты которые бы хотелось более быстро более качественно искатель знаний кто как не ты должен беречь свое время бережливое отношение ко времени это тот стержень который пронизывает искателя знаний это его главная забота и основа успеха в его жизни посвященное делу знаний и если он сумеет правильно воспользоваться своим временем будет беречь его как ученик дорожит своим временем во время экзамена то преуспеет и добьется своей цели а если нет то потерпит неудачу не возьми не возымеет успеха когда ставятся какие-то такие жесткие рамки да как правило ощущается это время как на экзамене например да у вас там есть час два или когда вам нужно куда-то успеть есть строгие правила по этому поводу на например какая-то запись и если не успели у вас там какое-то время выделены все значит опять будете ждать если для вас это важно вы успеваете вы стараетесь поставить свои приоритеты согласно важности того или иного дела но если это для вас не так приоритетно если это для вас ну не важно то вы можете не приходить можете опаздывать вот что или вообще забыть об этом да нет времени дороже ничего что ты беречь обязан но вижу нет не тяжело тебе терять то благо да в этом таком двух строк в двух строчках автор говорит о том что несмотря на то что время имеет такую важную ну важную роль важную роль да в нашей жизни ну все беспечно теряют забывают оставляют это время да как что-то неважное знай же мой брат искатель знаний ты купец а твой капитал времен но тот купец кто расточает свой капитал направо и налево глуп и неудачлив так посмотри же на то что ты расход на что ты расходуешь свое время спроси себя за каждую минуту за каждую секунду ниже мы предлагаем твоему вниманию основные принципы использования времени да такой тайм менеджмент нужно понимать да что по сути вы можете сами оценить приоритеты свои поставленные на данный момент жизни согласно тому на что вы тратите большую часть своего времени тратите на какие-то игры на пустословия на ну какие-то дела неважные если засиживаетесь допоздна то просто чтобы какие-то ну что-то такое развлекательное просто посмотреть допустим да при этом забывая что время это по сути ценность которую нужно использовать которую нужно использовать во благо да это не означает что вам нужно только тяжело трудиться потому что чтобы тяжело трудиться или плодотворно трудиться тоже нужен отдых тоже нужно ну какая-то отдушина да то есть например отдохнуть или ну какие-то посещения может да там друзей или родственников которые вам ну как бы дает тоже такой заряд да это не означает что нужно все время да вот только проводить в каком-то тяжелом там труде или поиски знания да то есть есть время отдыха время но просто рационально использовать это время как проводить те или иные время проследить а действительно ли вы говоря то что у вас нету времени не имейте его да вот сестрами на другом курсе где мы как его источник сил для уставшей мамы там мы тоже говорили и говорим о времени там для сестер да такая больше закрыта у нас и о том оценив время да каждый самостоятельно по ну предлагаем схеме увидели что на самом деле то что кажется что у вас вообще нету времени если рационально его ну как бы прописать проследить проанализировать то ну большая часть времени как правило если сестры до этого этого не делали как правило ну 20-30 процентов времени можно проследить уходит просто на какие-то ну какие-то вещи которые убрав которые убрав которые у вас появится очень много свободного времени при этом вы будете не там какая-то уставшая а как бы более-менее активная и готовы например получать знания просто нужно рационально это научиться использовать первое что здесь предлагает это стремление наиболее рационально использовать свое время про что мы и говорим биение сердца говорит о том что жизнь человека минуты секунды да то есть как бы отсчитывает такое время тук-тук и напоминает что вот время идет не стоит да то есть как бы такой сигнал который всегда с нами который говорит как бы отсчет времени показывает первым долгом искателя знания по отношению к своему времени является такое же бережное к нему отношение как и к деньгам даже больше а также стремление рационально использовать все свое время да то есть часто ну у меня там какие-то дела говорят да еще что то то есть если касается это каких-то материальных благ то время находится или бережется это время да когда же касается благ которые может могут быть как на весах благих дел то почему-то этим пренебрегают и в частности стремление к использованию времени вот во благо на пути требования знаний наши предшественники да будет доволен имя Аллах наиболее бережно относились к своему времени так как лучше других знали ему цену аль-хасан аль-басри сказал я застал людей которые берегут свое время больше чем вы бережете свои дерганы и дина да то есть ну это еще хасан аль-басри говорил про то далекое время как бы с таким ну наверное что ли сожалением да что ой или сообщением что вот я застал таких людей сейчас вроде как бы это в его время уже это редкость или вообще нету ну наше время тоже нужно еще подумать то есть застали ли мы таких людей и если нет то постараться самим стать такими людьми которые берегут время больше чем свои дирганы и дина поэтому они всячески стремились проводить свое время в напряженном труде и даже часть его остерегались потерять без пользы да то есть посмотреть да на что вы тратите вот свои какие-то паузы свои ну свое свободное время да каждый может оценить и понять насколько ну или сколько вот даже минут собрать какие-то минуты возможно кто-то скажет ну мне нету там допустим два часа но при этом на протяжении дня там у вас 15 минут вы его тратите не знаю там на какие-то допустим ну может какие-то развлекательные там в интернете дела по потом еще 15 минут потом еще 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 и так если пять раз в день даже по 15 минут мы посмотрим это сколько уже будет это уже ну почти полтора часа да полтора часа это достаточно ну неплохое время если рационально поставить свое время так чтобы отдельно когда или даже вот эти вот отдельные минуты использовать с пользой то тоже это может быть как такие маленькие шаги на пути приобретения знаний поэтому они всячески стремились проводить свое время напряженном труде и даже часть его остерегались потерять без пользы умер абдулла здесь сказал поистине день и ночь всякий раз забирают у тебя что-то так труди же и днем и ночью да сейчас у нас альхамдулля есть как правило ну вот даже все кто меня слушает значит имеет интернет то есть это как минимум имеете свет имеете какой-то гаджет компьютер телефон интернет значит вы живете не на улице вы живете в доме в квартире не знаю в каком-то месте более-менее приличном да если уже у вас есть до него интернет то есть это не какой-то палатки на улице вот и и это как минимум да это уже дает нам облегчение то есть есть свет значит у всех да если говорить вот о последнем изречении да то есть в то время не было не было каких-то вот таких ну электричество да даже соответственно чтобы даже трудиться ночью для этого нужно были какие-то больше усилия то есть как минимум какую-то лампу плюс это ну допустим отопление там какое-то есть нету ну возможно это не такая холодная страна там у них да но кто знает да даже даже там пустыня то есть большие перепады температур и нам кажется что это такая постоянная жара на самом деле да это ночью может быть и холодно достаточно то есть по сути какие-то усилия больше нужно да это не просто у нас сейчас мы например легли бессонница ну ладно пойду почитаю пошел нажал на кнопочку там свет включил и уже читаешь себе у них же не так все просто да то есть это нужно зажать лампу это нужно не знаю там не какие-то сделать усилия более или менее сложный в отличие от сейчас как мы делаем то есть вот сегодняшнего времени они говорили одним из признаков гнева Аллаха является то что человек теряет время поэтому каждый может оценить сейчас свое время самостоятельно да и оценить если вот по этому изречению ну не является ли это признаком да именно этого потери этого времени вот гнева Аллаха в вашем случае иншалла если это не так это прекрасно но если это имеет место быть да тогда обратите на это внимание и оцените вот по достоинству и свое время и дайте ему то важное место которое ему следует давать а также время как меч если ты его не одолеешь оно одолеет тебя да вот это вот тоже такое выражение интересное да рабское то есть что если вы не одолеете как бы не ну если с конем да не оседлаете и не приручите его то значит время начнет ну вот как-то хаотично работать против вас да то есть нужно все-таки как-то структурировать чтобы вы осознанно владели своим временем а не все как бы хаотично на вас падало сверху и вы ну в этом потоке потерялись они всегда старались стать лучше чтобы сегодняшний день оказался лучше вчерашнего а завтрашний лучше сегодняшнего каждый день каждый час каждое мгновение они стремились приобрести полезные знания совершить благое дело перебороть свои страсти или принести кому-то пользу чтобы их труды не пропали даром и не оказались тщетными и напрасными тогда когда они сами этого не замечают да можно поразмыслить на хотя бы на вчерашним днем сколько этих мгновений было когда вы пытались приобрести знания когда вы совершали благое это может быть что-то не обязательно такое грандиозное благое которое ну такое да которое ты не сможешь каждый день например делать какие-то ну там грандиозное пожертвование допустим да ну ты можешь кому-то что-то помочь там не знаю бабушку через дорогу перевести да это тоже уже какое-то дело и когда у вас есть вот это маленькое благо да да тогда когда когда есть возможность у вас сделать какое-то большее благо да ваше вот вот у вас есть стремение к этому да когда с каждым днем мы обесцениваем вот эти маленькие какие-то дела хорошие поступки да например помочь кому-то ближнему или там не знаю кому-то подсадить там с ребенком допустим кто-то или помочь там тому кто в этом нуждается то впоследствии да возможно уже такое сердце стоит черство и к большому да то есть поэтому эти маленькие благие дела ежедневные да они важны иногда просто даже думать об этом да ну кажется казалось бы как говорится когда даете что правая там рука не видела что делает левая но это в плане того что не нужно вот там зазнаваться или это делать как ну как показушно да вот так вот если этого блага если вы да даже оцениваете свою там вчерашний день ради того а делал ли я вообще что-то хорошего да то есть оценить возможно кому-то подсказать какие-то благие дела которые они могли делать или возможно неблагие которые они не задумываясь делают да это тоже ну будет полезно вот просто оценить свой свой день оценить ну по сути свою жизнь и каждый может делать это по-разному да кто-то ну ну у каждого это может могут быть такие моменты когда вы можете это сделать вот так спонтанно да какие-то дела которые иншаллах будут благими и в том числе приобретать знания потому что приобретать знания да это такое как это как садапа когда вы их приобретаете для себя вы как делаете такую ну милостыню для себя в плане знаний в плане того что вы узнаете свою религию узнаете и передаете когда да то есть вы даете вот это уже эту ну можно сказать милостыню в виде знаний не материальных допустим а в виде знаний кому-то потому что да если мы говорим даже то что ну что это по сути клад да это тоже такое имущество которое трудно посчитать да допустим как это можно сделать там с деревьями и как выше было говорилось или динарами они считали проявлением неблагодарности непосчительности ко времени если день проходил без пользы для себя и окружающих да то есть не обязательно кому-то только помогать для себя да то есть по сути вы пренебрегаете в первую очередь собой когда пренебрегаете своим временем не даете должного вот времени в приобретении знания или благих делах потому что вы не даете возможность заработать себе те хасанаты да те благодеяния которые будут на весах ваших благих дел то есть вы обесцениваете их просто ну как вы не принимаете по вниманию или считая их ненужными даже если вы сейчас подумаете о том что нет я же так не считаю их ненужными но это действие да говорит само себя о себе то есть мы часто видим когда человек например к вам не внимателен или не не уделяет вам времени да то есть это один из вариантов может быть того что ну как бы не проявление какой-то любви да возможно да то есть хочется чтобы когда мы видим когда человек уделяет другому человеку время да то есть это как бы один из таких признаков проявления любви может быть и когда говорим о том что мы не уделяем время должного да на приобретение знаний или на полезные дела то есть это говорит о том что это ну как бы не имеет такой семя любви в нашем сердце и ну нужно это задуматься да посеять это семя и потихоньку его маленькими делами какими-то взращивать да то есть какими-то даже незначительными может какой-то маленький там не знаю подарок кому-то это не обязательно грандиозный подарок да это может быть не знаю там какое-то что-то приятное маленькое да что посеет радость в сердце там какого-то ребенка например или близкого человека ибн масауд да будет доволен им Аллах сказал я ни о чем не сожалею так как о том дне когда зашло солнце жизнь стала короче а мной в этот день дела не стали лучше да то есть когда день прошел по сути без того что вы стали лучше это вот о том о чем сожалел ибн масауд а лучше да когда делаете благие дела таким образом стаете лучше иншаллах искать знания береги свое время посвятив каждое его мгновение тому что принесут тебе пользу или научить чему-то потребно потребному и старайся приумножить свои знания каждый день да опять же это не обязательно если у вас там какие-то обстоятельства не позволяют полномасштабно так сказать быть таким вот требующим знанием посвятить да это не означает что вы не можете быть этим требующим знанием да то есть у нас много там мамочек у кого тоже много там детей или муж и какие-то семейные обстоятельства да и при этом могут найти какое-то время да посвятить одному там двум предметам хотя бы для изучения то есть это уже говорит о том что есть вот эти плоды есть семя да которые закидываются не пренебрегая при этом ну я там занята это у меня там ну много у кого чего есть да потому что если мы тратим время на какое-то пустое сиденье там обсуждение или разговоры какие-то по телефону который никогда не заканчивается да они могут быть там это не означает что вообще да не нужно там общаться это все нужно делать но если это такое переливание с пустого в порожник как говорится тогда ну нету пользы в этом если это идет в таком масштабе когда это влияет на то что вы не можете приобретать знания да потому что идет такие вечно пустые разговоры отключение от более важное дело тогда следует ну подумать насколько вы ищете вот возможность все-таки найти время для получения или приобретения знаний да или просто это у вас отговорки что я там с кем-то провожу вот такие пустые разговоры передают слова одного из предшественников если случается день когда ими смогу ты же сказала да приумножить свои знания чтобы снискать милость аллаха то нет ни благословения в том что солнце взойдет в этот день на это ну схожие да как ибн и салут сказал один поэт сказал а если прожит прожить день но к сожалению без пользы в знании без новых наставлений то значит прожит был он мною зря я вычеркну его и жизнь без сомнения да то есть такой день он прожит зря в нем нету пользы искать знания пусть каждое мгновение будет для тебя дороже жемчуга и драгоценных камней если люди берегут каждый свой час то ты дороже каждой секундой каждым мигом да ну часто бывает так что люди не то что не берегут свой час а наоборот думает ой у меня столько вот это времени скучно надо чем-то заняться таким ну бесполезным по сути да чтобы дотянуть до какой-то времени там до сна или еще что-то нужно оценивать и размышлять на том а насколько насколько ну рационально полезно вы проводите это время да то есть почему бы не использовать ее его в свое благо то есть это пренебрежение вы как будто пренебрегать собой на место того чтобы это время узнать что-то новое для себя да улучшить свою жизнь улучшить себя и да этим добиться довольства Аллаха Сапанаталя да то человек просто этим пренебрегает вот зачем а завтра у меня там котлеты у меня галушки или еще что-то это бесконечно да это тоже важно да для того чтобы там семейный очаг вот все но это не не должно быть вечно приоритетом или это скорее отговорки потому что как я уже говорю есть сестры которых ну много там по пять детей по восемь есть вот сестры кто учится и находят хотя бы там ну два часа в неделю не знаю три на то чтобы получать знания поэтому когда мы говорим или находим отговорки для себя нужно подумать а да разве те же сподвижницы да у них что было больше часов они тем не менее уделяли время да и религии и знаниям или сподвижники да когда у них не было там каких-то ну не подносил на блюдечке с голубой каемочкой да и ничего то есть это нужно было тоже какие-то усилия тем не менее получали знания ставили приоритеты да правильно и соответственно и достигали этих результатов если люди соревнуются со временем накапливая богатство и собирая держимы и динары то ты старайся опередить его накапливая знания и собирая сведения по различным его отраслям ведь как огромная разница между накоплением богатства и накоплением знаний да то есть часто пренебрегает да я говорю что вот я потом как-то а потом может и не наступить и в этом путь соревнуется друг другом соревнующиеся пусть и в этом пусть соревнуется друг с другом соревнующиеся да как говорится в суре одним словом если ты сумеешь полноценно использовать свое время то преуспешно пойти к знаниям и да поможет тебе Аллах да то есть это очень важно ну хотя бы задуматься для начала о том что как бы оценить что да какие то есть возможно неправильно расставленные там приоритеты или пренебрежение в том или ином там временном промежутке да там например когда вы много времени уделяете на что-то что ну могло бы дать вам какое-то время для получения знаний отказ от пустословия забавы праздности да это уже сегодня упоминала то есть что часто одной из причин того что ну время как-то уходит и кажется что нету его это пустословие какие-то праздности постоянные забавы это не значит что нужно быть и ходить там грустным там каким-то не не знаю что в этом очень там таким измученным нет но когда это пустословие да вот просто ну чем заняться нечем заняться давайте тут по просто поговорим о чем поговорим не о чем да то есть просто там что-то пять раз одно и то же повторить то есть почему эти идут повторы или какие-то потому что ну нечем заняться людям да когда начинает потом иметь какие-то претензии что ли так ближним или дальним и иначе потому что нечем людям заняться да человек который занят приобретением знанием занят пользой как правило ему не хочется как бы власть или делать какие-то козни и проблемы другому человеку да это в принципе не должно быть но часто из-за того что ну какая-то скука что-ли у людей наступает да им нечем вот заняться а время у них есть и они его ну должны как бы куда-то потратить тратиться на пустословие какие-то праздности забавы или какие-то пакости даже да уже переходит уже такой даже порог знай же мой брат искатель знания время бесценно и остаток жизни человека не сравнивается ни с чем не трать свое драгоценное время на пустые визиты бесполезные ночные беседы не злоупотребляй тем что дозволено из еды питье разговоров да то есть визиты они ну как бы дозволены это можно посещать да или там еда дозволенное питье разговор это все дозволено ну когда это стает как бы таким способом жизни когда на это все время уходит да то есть да вот визиты и начинают говорить ну надо поддерживать родственные связи у вас там 150 родственников и вот вы пока всех каждый день не посетите а вы же поддержите и уже полгода прошло соответственно ну там еще какое-то выходное где-то не смогли там может уже и год потом по второму кругу уже давно не был там или ну то есть есть какие-то ну рамки то есть приоритеты ну то есть не не следует ну вот это хорошее выражение да когда кто-то что-то хочет он ищет возможность а если не хочет то ищет как бы причину да ну причину можно найти для того чтобы понять ее и ну преобразовать ее устранить возможно да вот понять саму процесс но если это причина как оправдание просто ищется ну тогда это только оправдание да потому что как говорится если вы что-то хотите да вот вчера буквально тоже смотрела одну из лекций и говорится о том что то часто человек опаздывает говорит о том что очень сложно так приходить например заранее там на учебу или еще что-то но при этом когда ему нужно там ехать куда-то да например у него поезд на 6 часов то уже как что стоит да потому что знает что здесь это важно это ну какая-то важная поездка и поезд его ждать не будет а при этом временем часто ну как бы пренебрегаем потому что ну как бы течет у нас нету каких-то границ да что вот и граница это уже когда там наступает у человека смерть да и вот он уже ничего не может сделать то есть это уже поезд ушел самолет улетел все нет уже возможности как это переиграть к сожалению не пристало тому кого аллах наградил знанием и умом тратить свое время по пуску не на послушание проводить его в забавах и праздности подобно не подобного не пожелает для себя благоразумный и от этого будет прибегать к лагу человек человек рассудительный благоразумность еще раз благоразумность нужна человеку чтобы понять всю ценность своей жизни и проводить ее только в послушании Всевышнего Аллаха а разве не пожелает он сделать книгу своим другом и разве не пожелает он сделать книгу своим другом которую не променяет и на кого из людей которые готовы стать ему ценность ником в этом огромная польза о которой знают разумные и чистые душой люди да к сожалению многие этого не понимают и вот иногда я сталкиваюсь когда некоторые ну или просто вот по жизни да некоторые говорят о том что ну как бы нечем заняться вот скучно и хочется им там особо каких-то развлечений ну это опять же вот только потому что не от незнания такого сладости может вот требование знаний потому что по сути если вы сами себя не можете чем-то занять то возможно вы сами как бы не интересный человек в том плане что как бы вам самой собой скучно с тем же учебником с тем же да вот открывайте куран читайте познаете учитесь то есть как то как может быть скучно я да бывает конечно что это вот уже там устали хочется отдохнуть да вот допустим сейчас там каникулы для того чтобы такая перезагрузка была да то есть как бы телу мозгу нужно отдыхать для того чтобы как бы набраться сил и с новыми силами уже приступить к знаниям да но когда человека вечно ему там скучно ему это не интересно то есть ну это опять же говорит о приоритетах его да то есть его приоритеты ему самому неинтересно ему нужно всегда веселье или там какие-то развлекательные программу к сожалению даже некоторые сестры бывает так что и и от учителя уже все-таки приняв волевое решение пойти учиться иногда некоторые требуют от учителя чтобы он их развлекал на уроке да там и был таким ну сейчас это есть это не означает что учитель должен быть таким сырым сухими только таким серьезным и страшным но часто уже прям как требует вот учителя да чтобы он был таким полуклоуном а может и полностью клоуном да развлекал и если это не так то вроде как и неинтересный предмет то есть за счет вот такого развлечения привлекает все-таки учеников ходить на свои уроки ну такое есть и это тенденция но это не только вот на этих уроках в принципе да того что вот вот много или часто теряет теряет желание да вот поиску знаний особенно благих знаний а наш мир такой огромной информации все равно человек он заполняет вот эту пропасть потребности в познании да потому что в любом случае вот даже та вот если мы посмотрим даже этот пункт в пустослови да там то есть это по сути когда человек вот ну общается да он говорит т.е. он какую-то информацию говорит он какую-то информацию принимает просто она такая без ну без подтекста особого или без пользы или может даже ну как бы минус в пользу идёт да т.е. какая-то плохая то есть это тоже обмен информация когда мы сидим и видим кто-то там там сидит и, ну, как обычно говорят бабушки там на лавочках, да, и смотрит, и каждого, то есть они тоже вот наблюдают, они как бы информацию какую-то считают и обсуждают ее, да, то есть это обмен информацией, то есть, по сути, все люди вот эту как бы потребность восполнять, то есть вопрос в том, как, да, то есть если постоянно восполнять вот таким образом, да, не как бы, ну, неправильным, соответственно, и пользы не будет, а просто, да, ну, вроде чем-то заняться, время прошло, а все равно нету вот этой пользы, нету такого зерна, да, удовлетворения, чтобы вот полезные знания получили. Предостережение не оттягивать и не откладывать дела, да, часто у нас бывает, вот завтра, в следующей неделе, в следующем семестре вот только рожу, сейчас пока не могу, вот готовлюсь, у меня там свадьба, или сейчас вот у меня там вот этого ребенка рожу, а потом он маленький, ну, то есть постоянно какое-то откладывание, вот я очень, ну, поддерживаю и, ну, умиляюсь, можно сказать так, сестрами, которые, несмотря на вот такие, ну, обычные, да, обычные ситуации для сестер, в плане, ну, житейский, да, вот как я назвала, да, то есть все, ну, да, женщины, ну, большинство, да, там, у них дети, они там рожают, они, не знаю, там, семейные какие-то, готовка или еще что-то, да, учеба, то есть это, это у многих такое есть, и вот умиляюсь, когда сестры, ну, как-то вот серьезно к этому относятся, очень переживает, да, то есть проявляет красивый адапт, красивый вот нрав, несмотря на то, что они, ну, как бы там могли бы, как другие, да, это взять как такая, ну, отговорка, да, ну, у меня же дети, я ж мать, я ж там жена, я еще что-то, ну, они это берут как, как наоборот стимул к действию, я же мама, я должна знать, научить своих детей, быть примером, там, я жена, я хочу вот быть там лучше, да, вот женой, вот хочу так и так, то есть это уже наоборот тот же самый, по сути, действие, или то же самое описание их, да, там, как мамы, их стимулирует действие, а не наоборот, как бы забирает вот этот стимул. Поэтому не нужно оттягивать, если вам, вот иногда спрашивают такой вопрос, да, вот во сколько лет лучше там начинать учиться, или во сколько уже все, уже поздно, ну, поздно, никогда не поздно, да, то есть если вам, там, не знаю, 20, 30, 40, 50, и, там, 60, 70, 80, 90, не поздно, да, то есть что-то вы приобретете знание, мы не знаем, да, кому, потому что некоторые, ну, мы видим, да, когда молодые бывают, умирают, старые живут долго, и, то есть мы не знаем, когда нам предписано такому умереть, и поэтому не нужно отчаиваться, и в любом случае всех знаний, да, то есть не нужно ставить, ну, такую невозможную, наверное, цель, это все, все знания получить, все знания мы не сможем получить, да, то есть даже самые великие ученые, они не могли, ну, не знали всего, да, потому что вот эта идеальность познания, это только Аллах спонатали знает все, мы не можем это знать, но сам путь, да, то есть стремление к знаниям, то есть на пути, вот этом, важно быть на пути стремления к знаниям, да, Кто-то идет быстро на нем, кто-то идет медленно, но он находится на пути стремления знаний, и как бы все знания все равно не одолеет, да, кто, допустим, даже в шариатских знаниях, кто, даже самые великие ученые часто бывают, ну, допустим, как правило, знают там хокмы, какие-то, например, моменты по фек, да, там, чтобы хокмы давать, знают там тассир, соответственно, какие-то науки с этим связаны, которые необходимы, но, возможно, они, например, не глубоки там, или не являются чечицами, да, потому что, чтобы там быть чечицами, чечицами Корана, там какие-то другие там моменты нужны, да, там, поэтому они могут в одном быть вот сильны, в другом нет, также, ну, мы можем сказать, то есть, как какая-то отрасль более сильная, да, но все являются на пути, да, вот главное быть на этом пути, требования знаний, и не говорить, что я уж там не успею, мне уж там уже, там, не знаю, 60, я не смогу, сможете, иншалла, без ниля, да, то есть мы видим примеры, когда там начинают учить Коран и 60, 65, и даже если закончат 80, допустим, так говорит, да, мне уже 60, я не смогу, ну, по одному аяту, если учить, то, по-моему, там, около 20 лет можно закончить Коран, то есть, если даже вам 60 лет, и вы начнете, и 20 лет, и до 80, допустим, кто-то 100, может, живет там, 90, ну, то есть, это уже все равно, вы будете на пути, вы выучите это, поэтому не нужно говорить, что вот мне уже поздно, или там еще какие-то отмазки, мне нужно откладывать, начинать делать, и просто быть на пути этому, это может быть разная нагрузка, кто-то может 10 часов в день, а кто-то полчаса, да, но он все равно на пути, маленькими шагами, да, таким, пускай черепашечка, маленькая, но идет все-таки, и как бы на этом пути хотя бы, а не просто со стороны, как зритель смотрит вот эти, как проходит мимо него, да, то есть, он идет в пути без ноля, самым серьезным препятствием для человека, мешающим ему воспользоваться настоящим моментом и сегодняшним днем, является оттягивание и откладывание своих дел, и это продолжается до тех пор, пока слово буду, уже чуть ли не становится его девизом и образом жизни, да, как в этом, что начну завтра, пришло завтра, ну я же сказал, что начну завтра, и так это завтра, по сути, ну каждый день, завтра это следующий день, когда пришел следующий день, то завтра это уже следующий, оно так и не наступает, да, то есть, когда человек, все, я сейчас сделаю, поэтому очень важно, вот такой, кстати, интересная, ну методика, можно сказать, да, когда вы что-то вот тебе надумали сделать, можете себе как взять тоже так вот на выражение, что-то вы решили, вот какое-то у вас намерение что-то делать, вот прям тебе думаете, вот а что я сегодня именно вот сегодня могу сделать, вот какой шаг на пути реализации этого дела, да, например, вы хотите вот сейчас, я хочу учиться там, не знаю, арабский, вот что вы сегодня, я могу сегодня там узнать, где я могу записаться, я могу сегодня, вдруг вы уже там записались, да, ну не начали, вот сегодня уже сяду и прочитаю там хотя бы одну страничку, или еще сегодня, да, там, Коран, например, решили начать, вот сегодня я выучу там один аят, или хотите начать читать весь Коран сначала до конца, опять же, вот сегодня я там читаю, ну, допустим, минимум хотя бы, да, то есть вот все, у вас там, вы запланировали, и уже нет никакого времени, ну вот хотя бы минутку, да, и вот что сегодня вы можете делать, и вот, и просто начать это сделать, вот хотя бы в каком-то минимальном объеме, вот прям сегодня, не завтра, а именно сегодня, вот там до 12 часов ночи, да, вот что вы можете делать, и это делайте. Человеку из племени Абдул-Кайс сказали, дай нам добрый совет, он ответил, остерегайся слова буду, да, то есть буду, это как бы всегда на завтра, на завтра, на завтра все, или там, или на когда-то, да, то есть когда вы говорите, я это сделаю, ну, как правило, если нету конкретной вот даты, времени и ограничения, и нету вот такого сильного желания, или такой силы воли, как бы, да, развитой, то это буду, так и остается, буду, буду, и на будущее, как бы вот такие грезы, какие-то мечты уже отстают, это не дела, а мечты, потому что когда план вы запланируете, да, вы там, ага, встали, поели, то есть у вас как бы есть какие-то вот, а когда-то, ну, когда-то я там, может, пойду туда-то, то есть, ну, это когда-то, ну, как бы, оно еще у вас в каком-то таком неоформленном, а когда вы себе говорите, сегодня я иду, вот мне сегодня нужно там, не знаю, куда-то пойти, вы это как-то больше серьезно соберете, потому что вы знаете, вот обязательно вам сегодня это нужно сделать, вот так берите своими делами тоже. Другой человек сказал слово буду из войска Иблиса, да, и ты должен наполнить свой день полезным знанием, добрыми делами и не откладывать этого на завтра, чтобы твое настоящее не ускользнуло от тебя и не превратилось в безвозвратное прошлое. Ты должен сеять сегодня, чтобы собрать плоды завтра, иначе придется раскаиваться, когда раскаяние уже не поможет, да, то есть, ну, время, оно сегодня есть, завтра этого уже не будет, будет, да, возможно, другой день, другое время, но это как, вот, отрезайте кусочек, да, то есть, как бы, вот, как хлеб у нас, у нас есть хлеб, да, допустим, целый, потом половинка, вы говорите, да, у нас есть хлеб, то есть, ну, его стало меньше, и польза, соответственно, там, уменьшается, да, то есть, еще у вас есть время, пока мы живы, да, вот, есть, но сколько его осталось, его стает меньше все время. Имам Аль-Хасан Аль-Басри сказал, остерегайтесь, откладывай дела на потом, ведь ты живешь сегодня, а не завтра, да, потому что сегодня у нас день, вот сегодня, а не завтра, и если ты доживешь до завтрашнего дня, то проведи его так же, как сегодня, и если нет, то не придется сожалеть о том, что упостил сегодня, да, то есть, да, и вот сегодня сделал вот то-то, 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 а то, что будет завтра, это будет завтра. Мухаммад ибн Семра Ас-Са-Их писал в письме Юсуфу ибн Ас-Бэту, мой брат, остерегайся, чтобы привычка откладывать на будущее, не возымела над тобой власть и не овладела твоим сердцем, ведь это причина усталости, упадка, отчаяния и кончины, да, то есть, когда все, то есть, это как бы такое напряжение, что завтра, завтра, все, все дела на завтра откладывают, вот это, ну, не прибавляет вам, не прибавляет ни сил, ни благих дел на весах ваших, да, то есть, такое. Так, и использование своей молодости, да, сегодня уже тоже там говорили, про зрелость, про уже возраст, и очень важно тоже использовать молодость, если кто, да, из нас еще молодой, ну, в своем, да, то есть, разный, там, может быть, возраст, но это время, ну, когда можно такие посеять плоды и более быстро, да, получить результаты, потому что, ну, может, голова более там свежая, еще что-то, ну, к сожалению, бывает так, что как-то молодость проходит в таком забвении, и потом только уже в зрелом возрасте человек приходит, а потом думает, ну, мне уже поздно, ну, в любом случае поздно, никогда не поздно, да, но использовать свою молодость, когда, ну, такое более чаще легкое состояние, да, когда не обременен какими-то там трудностями, как правило, да, это, ну, вот, это то, к чему нужно призывать, да, там, и детей, и молодежь, да, которая часто, опять же, проводит вот такие, ну, в пустословии свое время. Искатель знаний, ты должен воспользоваться днями своей молодости, ее золотой порой, как было сказано, получишь то, к чему стремился, насколько прилагаешь сил, а кто к высотам устремился, трудился ночью, не ленился, получит то, что заслужил. Ты дни используй молодые для этой цели, поспеши, ведь эти годы молодые, малые, настолько коротки, да, то есть используй время в молодости, да, потому что, по сути, это те моменты, которые, ну, которые, наверное, наиболее плодотворны, хотя уже более в зрелом возрасте, да, когда начинают, то есть уже осознанно часто более так подходит серьезнее, да, если время уже, например, дети вырастают, но если бы самого, ну, самого, самой молодости, да, вот было это сознание, то было бы намного лучше. Да, в хадисе говорится, в день воскресенья раб Аллаха не сдвинется с места, пока не будет спрошен о четырех вещах, о жизни его, как он провел ее, о молодости, как он ее провел, о богатстве, откуда он взял его и на что потратил, и о знании его, как он его использовал, да, то есть смотрите, о жизни в общем, о молодости, потому что в молодости как есть много сил, так и есть много, ну, соблазнов, да, то есть богатстве, потому что богатство, это может быть как ваше, ну, как милость от Аллаха, так и такое испытание, да, потому что как вы его будете использовать, да, на какие богатства, ну, это как такая палка о двух концах, да, вы можете его в благо, но можно его и наоборот использовать не во благо. И то же самое про время, да, или про знания, если вы получаете это знание, как вы его используете, или вообще используете вы его, или получаете ли вы его, да, потому что если это полезные знания, полезные для вас, если вы их осознанно, и, ну, такой, проходит они вам в душу, вы, оно изменяет вас к лучшему, да, то есть вы встаете лучше. Таким образом, он будет спрошен о своей жизни в целом и о молодых в годах в частности, да, то есть жизнь в целом, это как такое подведение итогов за всю жизнь, и в частности о молодости, потому что, как я уже говорю, молодость — такое время, когда у вас, ну, больше возможностей и времени, по сути, да, и способностей, да, потому что, когда человек молодой, его больше ему так легче. Таким образом, он будет спрошен о своей жизни, да, о молодости, но она особенно ценна, поскольку это годы расцвета жизненных сил и твердой решимости, а также периодов силы человека в промежутке между двумя периодами слабостями, то есть слабость младенчества и немощи старчества, да, то есть когда в младенчестве, ну, как бы слабость и старчество. Всевышний, да, у нас Всевышний Аллах сказал, Аллах тот, который сотворил вас слабыми, затем он дал вам после слабости силу, то есть молодость, и затем дал вам после силы немощь, то есть старость, да, и седину. То есть получается, как бы в начале своей жизни человек, он слабый, зависим, да, от родителей, например, да, и также уже в старости, то есть, ну, если мы говорим уже такую более глубокую старость, да, когда тоже уже в помощи нуждается человек. А молодость, то есть молодость, это не значит, там, не знаю, там с 18 до 21. Молодость это, по сути, да, вот такие средние года, да, то есть это вот активные, то есть это не старость, мы видим, когда уже человек такой более немощный и не, когда он еще ребенок, да, то есть зависимый от взрослых. Молодость — это время деятельности, молодость — это быстро уходящий гость, и если разумный человек не сумеет воспользоваться им, то потом его сердце будет разрываться от скорби, поэтому посланник Аллаха сказал, поистину, пятью вещами прежде пяти других, своей молодостью прежде старости, своим здоровьем прежде болезни, своим богатством прежде бедности, своим свободным временем прежде занятости, и своей жизни прежде смерти, да, то есть это то, чем нужно, ну, дорожить, да. И, кстати, вот по поводу молодости, важно то, что, возможно, раньше вот этот промежуток молодости, он как-то был чуть-чуть другим в плане возраста, да, потому что, ну, в связи с тяжелым, тяжелыми жизненными, там, обстоятельствами, да, как правило, люди жили, ну, или часто умирали, например, то, что сейчас мы, может, считаем, ну, не такой прям глубокой старостью, вот, и период молодости, да, он может был меньше. Сейчас, когда у нас уже больше есть, ну, каких-то, ну, жизнь, там, например, как цивилизации полегче уже, да, то есть, ну, элементарно для того, чтобы там набрать воды, да, не нужно идти там на речку или там в какое-то место нести эти ведра, как правило, да, то есть, ну, если уже там в каком-то поселке, то, может, колодец где-то близко около вас находится, да, то есть это не так далеко, то есть уже условия все равно как-то легче, и жизнь дольше у многих, поэтому даже по каким-то стандартам, я вот сейчас не помню, но где вычисляют, да, там, вот такой более активной жизнь, да, то сейчас, конечно, это тоже от страны зависит, потому что в некоторых странах вот продолжительность жизни больше, в некоторых там меньше, но тем не менее, что если мы даже посмотрим какие-то вот там, есть, бывает, там старинные фотографии, даже, не знаю, сто лет назад, то, как правило, уже там, не знаю, 40 лет, это уже там такая, ну, женщина уже такая старенькая, можно сказать, выглядит уже так, как сейчас, например, может, там, 60 лет и больше выглядеть, да. Поэтому вот это вот изменилось, как-то, я не знаю, вот недавно даже где-то прочитала, что Пушкин там писал «Старушка дряхлая моя» вот про свою няню, так ей было 33 года. Ну, я вот просто так помню, наугад, если я правильно вспоминаю, то есть 33 года, сейчас это некоторые только там думают, не знаю, там, учиться или замуж выходить, или детей рожать, а вот он написал 33 года, так как уже старушку там дряхлую. Поэтому сейчас немножко время уже вот этой молодости и возможностей больше, да. А, к сожалению, часто бывает, что, наоборот, больше пренебрегает. То есть возможностей больше, времени, по сути, больше у нас, да, потому что, ну, какие-то есть вот условия лучше, но тем не менее пренебрежение времени также больше, потому что есть соблазны, которые, например, вместо того, чтобы, ну, вот это освободившееся время во благо, его, как бы, посвятил во благо, так он не посвящает во благо, а тратит, да, то есть, получается, он тратит, тратит время. Когда вы, как бы, учитесь, получаете знания, мы не можем сказать, я потратил время, я, как бы, посвятил, я приобрел, да, что-то за это, то есть, мы ничего не потратили, а когда вот, конечно, вот так вот праздно, ничего полезного или не приобретать, то, конечно, это тратит, это тратит время. Имам Ахмад сказал, молодость, я могу сравнить лишь с тем, что у меня было в рукаве что-то, что упало, да, то есть, что-то было, упало и все, пропало. Передаю, что Ибн Аббаз, да будь доволен Аллах, ими обоими, сказал, великий и могущий Аллах давал своим рабам знания только в их молодые годы, и все благо заключено в молодости. Затем он прочитал слова Всевышнего и могущего Аллаха, они сказали, мы слышали, как юноша по имени Ибрагим поносил их, да, то есть, затем слова Всевышнего, поистине были они молодыми людьми, которые уверовали в своего Господа, и мы добавили им руководство. И даровали мы ему мудрость тогда, когда он был ребенком. Хафса ибн Сирин сказала, молодые, трудитесь, ведь только в молодости совершаются дела. Аль-Ахнаф ибн Кайс сказал, главенство приходит с авторитетом. И разве не были сподвижники посланника, салаллаху алейхи вассалям, уверовавшие в него, поддерживающие его, помогавшие ему и последовавшие за светом религии, неспосланные ему лишь только молодыми? Да, то есть, ну, опять же, молодость — это вот это время активности, когда человек, по сути, не нуждается в помощи, да, вот как маленький ребенок, он самостоятельно не может, и когда человек уже такой сильно старый, тоже не может самостоятельно. Остальное — вот это время молодости, когда вот, ну, по сути, я думаю, что все, кто сейчас слушает, мы все тут молодые. То есть это, да, ну, наверное, бывает так, что вот как-то по состоянию души, не знаю, там, 60-70, и то вот как-то активно молодые, да, вот такие, ну, как бы люди, поэтому здесь вот молодость, да, это вот время активности, время, когда у вас, ну, по сути, вы можете самостоятельно решать или проживать, да, не нуждаясь там в каких-то, ну, как минимум, физических каких-то моментах в других людях. Ну, это не значит, что там человек, он социальный, он, конечно, по сути, нуждается иногда, да, но имеется в виду так в глобальном смысле. И тот, кто не сумеет воспользоваться своей молодостью, будет раскаиваться в старости. Один ученый сказал одному моему молодому человеку, трудись, пока не настало время, когда ты не сможешь этого делать, да, то есть уже все, ты не сможешь, ты даже бы хотел сейчас вот там что-то делать, но ты не сможешь, все, твоя молодость прошла. Я многое хочу сегодня сделать, но уже не могу. Омар, да, будет доволен, и Малак сказал, изучайте религию, пока молоды, да, то есть пока мы вот в активности изучайте. Искательное знание, прочти следующие слова, и пусть они станут для тебя примером, и представь, что автором этих строк являешься ты. Ибн Аль-Диаузи сказал, «Я понаблюдал за людьми, занимающими высокое положение, и увидел, что большинство из них многое теряет в период своего величия. Некоторые из них в молодые годы погрязают в грехе, другие пренебрегают поисками знания, третьи чрезмерно передаются удовольствием. Но в старости все они раскаиваются, когда прежние грехи уже не поправить, когда силы иссякли, и заслуги забыты. И старость проходит в горечи и печали. И если старец одумывается в своих прежних грехах, то скажет, «Как же я, как я сожалею о тех грехах, что совершил?» А если не одумается, то станет сожалеть о тех усладок, что уже не вернуть. Вот так интересно, да? Вот такое одно и то же по сути, но акцент другой. Вот очень важно. Еще раз зачитаю. И старость, если старец одумается в своих прежних грехах, то скажет, «Как же я сожалею о тех грехах, что совершил?» То есть когда он одумался, он как бы раскаялся и подумал о том, что были такие важные моменты в его жизни. И он думает, «Сколько же хорошего я бы мог сделать, а я делал такие грехи?» Сожалеет об этих грехах, потому что они как бы не дали возможность получить награду, то есть минус это были грехи. А если не одумается, то есть уже на старости лет все равно все вспоминают, «О, я там был молодой, то-то, то-то». Если он одумался, он как бы думает, «Ой, Боже, сколько я там наделал всего» и сожалеет об этих грехах. А если нет, то сожалеет о тех усладых, что уже не вернуть. То есть думает, «От, я был молодым, мог там то-то, то-то делать, вот сейчас». То есть он сожалеет уже не о том, что он сделал, а о том, что сейчас он эти грехи не может сделать. И да убережет над Аллах вот таких вот сожалений. А тот, кто посвятил свою молодость поискому знания, в старости с благодарностью пожинает плоды того, что посеял и наслаждается, записывая то знание, что собрал в книге. Он не только не считает, что лишился каких-то телесных благ, но и получает удовольствие от приобретенного им знания. То есть если человек, он и молодость провел в благом, то ему нету о чем сожалеть о том, что он надел какие-то грехи. Да, он просто будет пожелать плоды в благодарность, что вот у него прошло и прошла его молодость, да, и он с пользой провел ее. так, хорошо, сестры, на этом иншаллах мы сегодня закончим наш урок. баракаллаху фикунна, субханакаллаху мабихамди, кашхаду ля аля халя анта стахфир ка табу лей, вассаляму алейкум варахматуллахи в баракату. Алейкум асталяму арахматуллахи в баракату. Извините, пожалуйста, можно вопрос? Скульпчика. Спасибо. Спасибо.